В повседневной жизни для того, чтобы позвонить, попасть куда-то по адресу, мы пользуемся цифрами. Система счисления – это какие-то правила, по которым записываются числа. Наша система десятичная, в ней 10 цифр. А где десятая? Ноль. Но компьютер не понимает той информацией, которой мы пользуемся. Компьютер говорит на другом языке. На языке единицы нулей – это двоичная система. Также в информатике есть восьмеричная система и шестнадцатиричная. В шестнадцатиричной системе присутствуют числа, которые состоят из двух цифр. И для того, чтобы не было путаницы, этим числам присваиваются буквы английского алфавита. A – это десятка, B – это 11. Поэтому, если вы хотите записать шестнадцатиричное число 11, вам надо писать не 11, а вам надо писать B. Что нам понадобится для решения задач? Системы счисления бывают позиционные. Наша система и все, с которыми мы будем сегодня работать, и не позиционные. Вот у нас есть иероглика. Давайте составим из этих иерогликов число 123. Вот у нас сотня. Мы ее укажем. Двадцать. Мне надо что сделать? Два раза букву P сделать. И три. Мне надо поставить три палочки. Теперь давайте я поменяю местами. Это все равно будет 123. Потому что здесь эти иероглифы будут складываться. 10 плюс 100 плюс 3 плюс 10. Это будет 123. И как бы я их не менял местами, это все равно будет 123. Но если я буду то же самое делать с цифрами в нашей системе, то я буду получать разные результаты. И отсюда наше первое определение. Разряд. Это порядковый номер цифры в числе. Разряд. Порядковый номер цифры в числе. Разряды считаются справа налево, начиная с 0 и К. Это 0, 1, 2 и так дальше, если бы там что-то еще было. Следующий термин, который нам понадобится для решения задач, это основание. Основание. Это количество цифр в системе счисления. Основание всегда указывается в виде такого подстрочного знака в скобочках. Если вы увидите в скобочках 2, то это будет какое число? Двоичное. Если вы увидите в скобочках 8, это будет восьмеричное. Если вы увидите в скобочках 16, то это 16-ти речное. Вот эти два термина нам понадобятся для того, чтобы сравнивать числа. Скажите, можно ли сравнить, насколько 5 километров больше, ну скажем, 600 метров? Что надо сделать? 5 минус 600, правильно? Для того, чтобы сравнивать километры с метрами, надо сначала километр перевести в метры. Можем ли мы с вами сравнить? Допустим, мы будем сравнивать 11, 12 и 13. 11 это двоичное, 12 это десятичное, а 13 это 16-ти речное. Какое число самое большое? Нет. До тех пор, пока мы не переведем все в одну систему измерения, мы сравнивать не можем. Поэтому наше следующее действие мы будем сейчас с вами переводить числа из одних систем в другие. Итак, у нас есть число, какое? Двоичное. Его надо перевести в десятичное. Первое, что мы сделаем, мы расставим разряды. Куда будем разряды ставить? Справа налево. Итак, проставили разряды. Разряд это порядковый номер. Цифры в числе. Сколько тут всего цифр? 4. Еще у нас есть два основания, 2 и 10. И мы будем сейчас эти основания использовать. Итак, первое, что мы делаем, разряды. У нас есть число и у нас есть основания. Это то, что нам сейчас понадобится. Итак, переведем двоичное число в десятичное. 10, 11, двоичное число перевести в десятичное. Вообще неправильно так говорить 10, 11. Но мы это делаем для облегчения воспроизведений. Правильно говорить, 1, 0, 1, 1. И в одном случае, когда мы будем переводить в десятичную систему, мы будем умножать. Не важно, что за число. Если это будет восьмиричное, шестнадцатиричное, мы будем умножать. А когда мы будем переводить из десятичного, мы будем делить. И обычно здесь вот возникает проблема. Как это запомнить? Есть некоторые правила, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни периодически. Их надо запомнить, но, как правило, они выпадают из памяти. Для облегчения восприятия используются какие-то аналогии. Например, как вас учили в начальных классах запоминать падежи? Именительный, родительный, дательный. Как вас учили? Какая поговорка? Правильно. Теперь. Это можно сказать, что это мнемоника, когда какие-то образы соединяются с какими-то правилами. Ну, например, вы идете в магазин, вам надо купить туалетную бумагу, щетку, бананы и кетчуп. Четыре разных продукта. Как их объединить в памяти, чтобы запомнить? Можно нарисовать такой образ. Туалетная бумага идет по магазинам, подскальзывается на бежуре банана, падает на зубной щетку, которая ее протыкает, и из нее хлещет кетчуп. Мы связали все четыре объекта в одно целое. При этом, чем глупее аналогия, ну, правила жизни, тем легче она запоминается. Вот тот же самый, какой Иван, какую девчонку мог родить? Но, тем не менее, это запомнилось и запомнилось на всю жизнь. Теперь, как запомнить на всю жизнь, какое действие используется при переводе в десятичную систему? Давайте тоже такую же аналогию придумаем. Ну, вот мне такая аналогия рисуется. Десятичную систему, когда мы переводим, это можно сравнить с игрой в дартс. Десяточка. И в десяточку у нас попадает дротик, а дротик, его хвостик, похож на знак умножения. По крайней мере, я так запомню. В десяточку всегда умножение. Это правило номер один. У нас есть разряды, у нас есть число 1, 0, 1, 1, и у нас есть основание. Каждую цифру, а сколько здесь цифр? Четыре. Мы умножим на основание. У нас два основания. Будем умножать на 2. Итак, 1 умножаем на основание 2. И этому основанию пишем разряд той цифры, с которой мы сейчас работаем. Мы сейчас работаем с цифрой 1. Какой у нее разряд? 3. Значит, мы пишем 2 в третьей степени. Дальше. 0 мы зачеркиваем, потому что умножение на 0 ничего не дает. Следующая цифра. Снова 1. На что будем умножать? На 2. На 2 в первой степени. 1 умножить на 2 в первой степени. Откуда эта двойка? Это основание. Я каждую цифру буду умножать на имеющееся основание. Скажите, если бы тут была восьмеричная система, на что бы я умножал? А если бы была шестнадцатеричная? На 16. Итак, если бы я переводил восьмеричная, шестнадцатеричная в десятичная, я бы умножал, соответственно, на 8, либо на 16. И последняя. 1 умножить на 2 в нулевой. Итак, вот это у меня разряды, а эти двойки, это у меня основание. Получаем 2 в третьей, 8. 2 в первой, 2. И 2 в нулевой, 1. Любое число в нулевой степени это 1. Итак, теперь два оставшихся правила. Если у нас всего два действия, умножение и деление, то из десятичной какое будет действие? Деление. А на что будем делить? Допустим, я буду переводить десятичное в восьмеричное. На что буду делить? На 10 или на 8? Правило номер 3. Десятка вне игры. Запомните эти три правила. Запомните, делим и умножаем мы всегда на основание. Но оснований у нас 2. Так вот, на десятку мы никогда не умножаем и никогда не делим. То есть, мы умножаем на одно основание и делим тоже на одно основание. И это никогда не будет 10. В десяточку умножение. Из десяточки деления на 10 недель мы не умножаем. Вот три простых правила. Теперь задание вам. Переведите мне 111, двоичное число. Переведите в десятичное. 111. Поставил разряды. В десяточку умножаю. Дальше пишу. 1 умножить на 2 в какой степени? Во второй. Плюс 1 умножить на 2 в первой. И плюс 1 умножить на 2 в нулевой. Это будет 4 плюс 2 и плюс 1. Точно так же будем делать, когда будем переводить восьмеричное. На что буду умножать? На 8. Переведите мне теперь 111 восьмеричное число в десятичное. Переводим восьмеричное число в десятичное. Получаем. На что будем единичку умножать? 8 во второй. Итак, 8 это наше основание, 2 это разряд. Дальше. Плюс 1 умножить на 8 в первой, плюс 1 умножить на 8 в нулевой. 8 в квадрате, 64. 8 в первой, 8. 8 в нулевой, 1. Значит, 73. Теперь переведем шестнадцатиричное число в десятичное. Обратите внимание, что в шестнадцатиричном числе могут быть буквы. Умножать на буквы мы не можем. Поэтому буквы надо превратить в цифры. А это у нас правильно, вы заметили 10. Расставьте мне разряд. 5 это какой разряд? 0. И дальше. Кто сказал 1 и 2, тот сказал неправильно. Почему? Потому что 10 это одно число. Чтобы вы случайно не допустили такой ошибки, разряды ставьте сначала в исходнике. Не допустите такую ошибку. Потому что если вы сразу превратите А в 10, то вы можете забыть и написать 0, 1, 2. В то время как 10 это одно число. Так, в десяточку что делаем? В десяточку что делаем? Умножаем. На что умножаем? На шестнадцать. Потому что на 10 мы никогда не умножаем и никогда не делим. Так, следующее число 5. 5 и получаем что? 165. Не 1, потому что 16 в нулевой это 1, а 1 умножить на 5 это 5. Ответ 165. А теперь давайте из десяточки. Из десяточки правило номер 2. Всегда будет деление. У нас было двоичное число 10, 11. И мы из него получили 11. Правильно? Вот у вас в тетради записано. Значит, сейчас какое должно получиться двоичное число? 10, 11. То, которое было. Давайте посмотрим. Деление. На что будем делить? На 10 или на 2? На 2. Вот это как раз и есть это третье правило. Делить будем на 2. 11 делить на 2 это 5. Остаток 1. Дальше. 5 делить на 2 это 2. Остаток 1. У вас получается так красиво записывать? Постарайтесь записать так, как у меня, чтобы у вас эти действия не прыгнули, как на дискотеке, а чтобы все было красиво. И 2 я еще могу поделить на 2? Могу. Это будет 1. А остаток? Знаете, какая еще часто ошибка бывает? Ученики забывают писать остатки. Они поделили 2 на 2, получили 1 и все, и они рады. А остаток кто будет писать? Теперь у нас есть последнее число. Вот видите? Ответ 1. Вот это число 1. Мы, начиная с него, и снизу вверх записываем наш ответ. И какой у нас будет ответ? 1, 0, 1, 1. Вот теперь вы увидели, что 11 в десятичной системе и 10 и 11 в двоичной системе – это два одинаковых числа. Хотя, покажи человеку 10, 11 и 11, он скажет, конечно же, это число больше. Но до тех пор, пока ты не знаешь в информатике, что это за система исчисления, ты не можешь сравнивать. Теперь давайте мы переведем в восьмеричную. Что будем делать с числом 57? Правильно. 57 делить на 8. Это будет таблица умножения. 7 на 8 – 56. Остаточек? 1. Какой будет ответ? Правильно. Ответ 71. Скажите, а почему мы здесь не продолжаем дальше делить? Потому что 7 на 8 не делится. Скажите, а если я буду переводить 16-ти ричное число, где будет тот последний момент, когда я остановлюсь? Когда я в ответе получу правильную. Когда остаток, точнее не остаток, а когда результат меньше того числа, на которое я делю. Теперь давайте переведем наше число. У нас было А5. А5 и число 165. Это одно и то же. А5 16-ти ричное. Значит, нам сейчас надо получить А5. На что будем делать? Правильно. 165 делить на 16. Это будет 10. Остаточек 5. Что в ответе мне надо записать? 10-5 или А5? Кто напишет 10-5, тому не зачтется. Потому что число 10 в 16-ти ричной системе это А. А11, В. Теперь задание. У вас три числа. Сравнить их можно только в том случае, когда мы переведем все в одну систему. Какое число самое большое? Ответ запишите в десятичной системе. Значит, нам все надо переводить в какую систему? В десятичную. Переводите все в десятичную систему. Продолжение следует.